МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слушай, я тебе одно про него скажу. 24-25. Ну, и еще итальянец докуч. 25 детей, что ли? Да нет же. 24 года, 25 сантиметров. Мы такую неделю в Италии провели. Ты не представляешь, Рим, звездные ночи, нет, Марка, это просто космос. Я тебе так завидую? Я сама тебе завидую. Сейчас я тебе еще его фотки скину, что тебя просто вообще порвало. Давай, давай, конечно. Ну все, лови. Ой, кажется, я поворот проехала. Ну ты тормоз. Блин. Лен, что случилось? Да что, что, авария. В задницу у нее олень какой-то въехал. Опять итальянец? Он сюда идет. Кажется, он зол. Очень зол. Э, что, права подарили? Водить не научили, да? Лен, ты как там? Знаете, у меня каска, оно все покроет, так что не волнуйтесь. Лен, все в порядке? Приходи, посмотри, что ты там мне натворила. Лен, ты что, сиди в машине, вообще не хранили. Что? Меня подставить хочешь? Слушай, это какое-то дитягор. Я не знаю, может быть, в полицию позвонить? Сейчас, подожди секунду. Тишка, все нормально, извини. Все хорошо. В смысле? Тишка, все нормально, извини. Тишка, все нормально, извини. Тишка, все нормально, извини. Тишка, все нормально, извини. Лена, вы уверены, что никогда не видели этого человека? Я вообще не понимаю, как этот мужчина мог залезть в мой багажник. Меда в том, что он не сам туда залез. Ладно, пишите подробнее все, что знаете. Но я ничего не знаю! Вот так и напишите. Ну что, как твоя наяда? А ничего. Гелена Жукова работает ивент-менеджером в крупном агентстве. Ну там устраивает разные корпоративы, праздники там за деньги. А так она просто тусовщица. Ну и все. А проблема с законом? Ну если не считать неоплаченных штрафов за превышение скорости тысяч на семьдесят. Так, личность убитого установили. Пока мне удалось, Андрей Владимирович, потому что по базам ни пальчики, ни ДНК не пробиваются. Так, время смерти? Вчера днем. Точнее, Мельников скажет чуть позже, но удар был тяжелым тупым предметом. Мельников. Андрей Владимирович, алиби Елены Жуковой подтвердилось. Она действительно неделю отдыхала в Италии. Притом, судя по фотографиям из соцсети, отдыхала с никем Марко. Фото еще ничего не значит. Андрей Владимирович, она прилетела сегодня из Италии и в семь пятнадцать прошла паспортный контроль в Шереметьево. Так, а машина в это время действительно была в сервисе? Да, машина в это время действительно была в сервисе. Мы проверили. Там меняли масло, фильтры и перебирали подвеску. Скажите, Чуварова с Валеевым пускай занимаются машиной. Я к Мельникову. Есть. Ну что, чем порадуете, Михаил Николаевич? Я могу анекдоты рассказать. Так, это позже. Что по роде убийства? Смерть наступила вчера днем между пятнадцатью и шестнадцатью часами. Судя по всему, его ударили чем-то вроде слесарного молотка. Почему такие выводы? Ну, ранее обнаружены частицы хром-ванадьевого сплава. Из такого обычного молотки и делают. Ну, значит, молоток. Еще одна загадка. А мысли, чем он занимался по жизни, есть? Может, слесарил? Ну, суть по мозолям не пианист точно. Работяга. А вот эти пятна это въевшиеся в кожу моторное масло и автолак. Так, значит, убитый занимался авторемонтом. А, и еще. У него незадолго до смерти был секс. Так, а личность женщины установить можно? ДНК? Да, ДНК есть. Эпитериальные ткани партнерши обнаружены под ногтями убитого. Биоматериал я пробью по базам клиника. Леха, ау, глянь-ка. Ну, что, крыло крашено? Ага. Краска относительно свежая. Думаю, красили несколько дней назад. Плюс болты чистые. Значит, крыло явно снимали. Вы, конечно, меня извините, но вы еще собираетесь долго мою машину мучить? Я вообще-то спешу. Ну, так это вообще-то вещдок. И пробудет она здесь столько, сколько нам понадобится. Подождите, то есть вы собираетесь оставить меня без машины? Вы вообще нормальные? Ну, это сложно сказать. Однако справки имеются. Вот вы нам лучше скажите. Вы почему не сообщили то, что красили машину в сервисе? Кто ее красил? Ее никто не красил. Погодите, а квитанция у вас после техобслуживания осталась? Там, в салоне! Разрешите? Да, заходите. Андрей Владимирович, значит, такая ситуация с автомобилем. На техосмотр он поступил с пробегом 15 тысяч 552 километра. Сейчас на одометре 15 тысяч 800. Как сами понимаете, за один день Лена вряд ли столько намотала. Пожалуй. Смотрите, эти деньги были найдены в кармане убитого в машине. 200 тысяч, их не тронули. Не слабая сумма, вряд ли ограбление. Вот именно. А эта фотография была также найдена в бумажнике. Нужно установить, кто эта женщина. Сделаем, Андрей Владимирович. Только, если она... В общем, Глеб и Паша пробили сотрудников автосервиса, где была на ремонте машина Жуковой, и выяснили, что убитый там не работал. Ну и что? Он мог там работать неофициально. Согласен. Но машина Жуковой была отремонтирована в пятницу вечером. Все это время она находилась под видеонаблюдением в боксе. А потом ее перегнали на охраняемую парковку, где видеокамеры не было. Так, вот с этой парковки кто-то и поехал кататься. Кто ремонтировал машину? Автослесарь, мастерской. Дмитрий Ухов. У него были ключи и доступ к автомобилю. Ну что же, отправляйтесь на сервис. Есть. День добрый. Добрый. Это Тасова. Не сомневаюсь. Капитан Чубаров, следственное аналитическое управление. Захар Язев, это вы? Да, а что случилось? Ну почему сразу что-то должно случиться? Вывод, как я посмотрю, ценитель прекрасного. Это напарник, я черняненьких больше предпочитаю. Вот и хорошо. С пятницы на субботу вы дежурили? Да, и выходные тоже. Тогда попытка номер раз. Кто с парковки выезжал на клиентском авто, а именно на зеленом внедорожнике? У нас на машинах клиентов выезжают сами клиенты. Попытка не удалась. Да. Клиентов-то в стране не было, а машинка по городу перемещалась. Исключено. Нет, у нас с этим строго. Ну вы подумайте еще, а я вот пока чайком угощусь. Это не чай, это мне от язвы прописали. Тот самый Тасол. Значит и так, болезный. Или ты нам сейчас всю правду рассказываешь, или мы тебя закатаем по полной программе за свое участие в убийстве. В машинке, которую ты с парковки выпустил, нашли труп. Какой труп? Я здесь ни при чем. Попытка номер два. Рассказывай, язвник. Захар Степанович, выручай мне срочно, нужна вот эта тачка, пожалуйста. Вот прям позарез, прям вот. У меня своя тачка. Да ты мою тачку видел? Ты пойми, у меня свидание. Там девчонка, она прям конфетка, понты в мою не сядет. Дим, ты что, с дуба рухнул. А если узнает кто? Захар Степанович, сделайте так, чтобы никто не узнал. Я был против. А если что случится? Но тут любовь. А я же завсегда, если любовь-то. Ну и... А он, гад, наутро обещал вернуть. А вернул только через два дня. А в ней мертвяк, значит. Вот сука. И что мне за это теперь будет? Известно, что с мир. Если бухать не прекратишь, вместе с язвой. Значит так, пиши. Я, имя, фамилия. Сегодняшняя дата. С этого момента обязуюсь. Больше не пить. В ста экземплярах. Ладно, поехали брать этого слесаря, Диму. Придем проверим. Тихо, ты чего? Опять соседям музыка не в кайф. Тихо. Я сейчас прибыл. Не уходи. Чего надо? Откройте, это слуха газа. У вас в подъезде утечка газа нас вызывали. Газовщики какие-то. Эй, ты чего? Куда? Откройте. Это менты. Так какие менты? Ну куда? Ты же за туман сошел. Дим. Не надо, не бьете, это не я разбил машину. Я так понимаю, о трупе в багажнике ты его уже спросил? О каком трупе? Все, дождись. Знаете этого человека? Игорян умер? Значит, знаете. Кто он? Мой знакомый, рукастый парень. Он занимается, занимался покраской машин в гаражах. Недалеко от нашей конторы, ну от нашего сервиса. Я, если честно, думал, вас оттуда натравили на меня. Фамилия Игоряна. Шеляев. Точно, его фамилия Шеляев. Он с Украины приехал или из Бреста? Каким образом труп Шеляева оказался в багажнике машины, которого вы зачем-то угнали три дня назад, а именно в пятницу? Я ни при чем. Я не знаю, откуда он там взялся. Я просто взял машину покатать Полину. Она любит крутые тачки. Да что мы там проехали-то? И что, реально твоя тачка? Конечно. Люкс-версия. Круть. А это тоже твое? А это тебе подарок. Да. Пользовался тоже сам? Да ладно. За такую тачку можно и простить. А машину зачем красили? Я отвлекся. Вот это я попал. Ну чего ты из-за тачки переживаешь? Глупый. Я же тебе чуть не откусила. Да она же даже не моя. Если узнаешь, что я ее коснул, мне хана. В смысле не твоя? Ты что, из-за меня тачку угнал? Ну, в общем, чтобы никто ничего не заметил, я решил отвезти машину своему знакомому. Шеляеву. В гараже, в моем сервисе. Если бы узнали, башку бы открутили. Слушай, ну что там? Димон, ну, минимум в сутки. Я быстрее не успею. Братан, я должен буду. Ну да. С тебя причитается. Разумеется. Конечно, конечно, конечно. Ты сделаешь? Ну. Отлично, отлично, отлично. Отлично, отлично. А на следующий день Игореха, ну, Шеляев он трубу не брал. Пришел к нему в гараж, а там только Колян. Они вместе шарашат напарники, типа. Фамилия Колян и телефон. Я, я, я не знаю. Опа. Здорово, Коль. Вот таки грязные. Слушай, а где Игорь? Я, я звоню ему. Телефон его вот. А где он сам, я понятия не имею. Я его сам уже полдня еще. Не важно. Не важно, потому что главное, он сделал крыло и сделал его потрясающе. Все, я поехал. Куда ты поехал? Как? Куда? А бабки-то где? Коль, я уже Игорю все заплатил, все бабки. Ну так иди с ним и разговаривай тогда. А мне сейчас нужно забрать машину, пойми, сейчас. Короче, ты либо мне сейчас платишь деньги, либо ты проваливаешь отсюда. Ты понял? Ну, пришлось и этому уроду тоже заплатить за покраску. У меня выбора не было. Надо было срочно машину отдавать в сервис. Что мне теперь будет? Все. Приплы? Это смотря за что. Если за угон, зависит от того, напишет ли заявление Елена Жукова. А по убийству у нас пока только подозреваемые. Подозреваемые. Шиляев погиб в автокатастрофе два года назад. Так, подробности есть? Ну вот, написано, что машина выскочила со стакада и сгорела вместе с Шиляевым. А, он тогда подозревался в убийстве в своей сожительнице. Но там бытовуха, смерть в результате побоев. Ну, значит, у нас он спрятался. А следствие полагает, что, избив сожительницу, он просто покончил с собой. ДНК-экспертизу проводили? Нет, просто закрыли дело. Понятно. Что еще по Шиляеву? Одну минуту. Ух, смотрите, интересно. Оказывается, свою криминальную карьеру он начал в 15. Зарезал отчима. Нормально так. Пока мать Анфисы Егоровны Шиляева была решена родительских прав. То есть, видимо, после этого она стала пить. А у него есть младший брат, Богдан. Его отдали в детский дом. Нет, повезло парню. Через год его усыновили. Кто усыновил, известно? Нет. Видно тайну усыновления. Но Шиляев, выйдя из колонии, подрабатывал случайными заработками. Ну что, у нас брат, объезженный на Шиляева, который лишил его семьи разом. И, похоже, мать Шиляева единственная ниточка, которая может привести нас к этому брату. Выясни, где она. Есть. Ну что, согрелись? Кофейку попили? А гараж кто будет осматривать? Пушкин? Я понимаю, вопрос риторический. Ну что, Александр Сергеевич, милости прошу. Ну как, Костя? Да никак. А вы получше. Мужики распознали. Шиляева по фотографии. Что горят? Говорят. Говорят, что хороший был мужик. Безотказный. Всем помогал. В ремонсе. То да сё. Вот. Работал в гараже у Николая Сидорова. Николай Сидоров? Это этот, Колян что ли? Ну да. Вроде как. Самого Сидорова видели вчера вечером. Уехал на своем чудном фургончике. Номеров, естественно, никто не запомнил. Так, ну а охрана, сторож в этих гаражах есть? Ага. Целое спецподразделение. Кто тут может сидеть-то ждать? Гуляй кто хочешь. Короче, ничего не получается, надо срезать замок. А ну-ка подвинься. Давай-давай. Не понимаю, что ты на него тратишь всё время, когда у нас есть ордер? Молодчик. Бардек. Масло по всему. Кустарщики хреновы. О-о-о. Смотри. Фирменные знаки автомобилей. Лин номера. Ага. Только что-то очень много. Все какие-то ржавые. Ну, Леша, судя по всему, тачки здесь разбирают. Так что нужно все агрегаты и все детали пробить. Может, ворованные. Пятнадцать неотвеченных. Долго лежит. Надо Глебу отдать. Может, чего нароют. Иди сюда. Так, смотри. Во время предполагаемого убийства Шиляева автомобиль Елены Жуковой был здесь. В гараже Сидорова, так? Ну, так. А если бы здесь убили? Должны быть следы, должна быть кровь. Костя, это не масло. Слушай, Амельников же говорил, что удар пришелся каким-то большим тупым предметом, очень похожим на слесарный... на слесарный молоток. Ну что, кровь, обнаруженная на полу гаража и на молотке, принадлежит Шиляеву. Чубаров с Валеевым премия обнаружили орудие убийства. Мне бы ваш задор, Михаил Николаевич. А что такое? Ничего. Отпечатков море. А никакие, кроме Шиляевских, не пробиваются. Ну и просветили таблички, чтобы разобрать ВИН-коды. Серийные номера. И? И оказалось, что все номера принадлежат машинам, которые числятся в угоне. То есть, получается, Игорь Шиляев и Николай Сидоров занимались разбором угнанных автомобилей? Ну, получается, что да. Так, что у нас по Сидорову? Ничего особенного. Официально он нигде не работал. Имеется регистрация. Женат. Жена Мария, Маша. Так, а телефонная машина? Ни одна сим-карта на него не зарегистрирована. Также фургон, на котором он ездил, за ним не числится. То есть, вероятнее всего, он ездил по доверенности. В общем, Андрей Владимирович очень подозрительный тип, но у его жены есть мобильный телефон. Так, а что с телефоном, который нашли Чубаров и Валерьев гаража? Вот, я как раз им занимаюсь. Телефон принадлежит Шиляеву. И как раз автослесарь Дмитрий на него и звонил. Вот переписка. Шиляева и жены Сидорова Марии. Ну, стиль явно не деловой. Ну, да. Ну, вот еще один мотив для убийства. Пробейка, где сейчас находится наша машина. Минуту. Устинский тупик, дом 6. По этому же адресу у Сидорова есть квартира, которая досталась ему от покойной бабушки. Так что же в итоге мы имеем? Криминальная разборка или любовная драма? За что убили Шиляева? Кусь, ты можешь мне объяснить, почему сразу не открыть дверь? Потому что мне надо в открытой двери стучаться. Криминальная разборка или любовная заборка или любовный арестуру? Криминальная разборка! Играть его! Сидорова! Леша, мы с тобой нашли Марию Сидорову. Правильно будет искать ее труп. Огнестрел? Раны не вижу. Скорее всего, придушили. А до этого били и били сильно. А с чего ты взял, что огнестрел? Свежий спил. Походу, Сидоров сделал себе обрез. Так, а зачем ему, если это он уже придушил? Отстреливался, собрался? Костяк, план перехват. У Марии Сидорова сильная и сбита. Есть и старые побои. Гематома на гематоме. Ее еще и придушили до кучи. А пределить, чем ее били, можно? Чем-то подручным? Подручнее некуда. Суть по характеру, гематом били ногами. Время смерти. Вчера, между 14, 30 и 15. А я покажу главное. Она была беременна на втором месяце. Но и это еще не все. Тест на отцовство. Отец ребенка Шиляев? То есть жена Сидорова беременна от Шиляева? Так получается. Семейный адюльтер. Но это не та женщина, у которой был секс с Шиляевым перед смертью. Так, а Сидорова сейчас бродит где-то. С обрезом. Нет, так мы Сидорова не найдем. Нет номера, пиши пропало. В этом городе машин, похожих по описанию на его фургон, тьмы. Ну ты что там, социально активная? Слушай, да я в телефоне Марии. Нет, я вот только одного не могу понять. А на Сидорова не зарегистрирована ни одна сим-карта. А как такое может быть? Но у человека есть телефон, он же как-то вообще созванивается с женой. Гениально. Я знаю. Как думаешь, как она могла мужа записать? Как-как? Котик, зайчик, муж в конце концов. Самый часто набираемый номер. И знаешь, как она записала мужа? Как? Годзилла. Высокие отношения. Так, а ты муж как будешь называть? О, будет у меня мужа, вот и поговорим. Слушай, ну телефон явно зарегистрирован на какое-то подставное лицо. О, какой-то пенсионер. Так, купи Хлебова. Сколько тебе? Ну да, точно Сидоров. Сейчас пробью его местонахождение. Ну где же ты, Годзилла, бродишь? Есть! Около фитнес-центра Европы. Так, давай я посмотрю, есть ли рядом камера. Вот. Он наш фургон. Так, какой-то твердый картинка красив! На твенке… ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бросил ствол! Лечом вниз, задену ног! Сидоров-то оглох, что ли! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это члены местной ОПГ Роман Ломакин и Захар Абонитов. Лома и антрацит. А, кстати, что нелогично, потому что ибонит было бы тогда логичнее... Паш, давай ближе к теме. Хорошо. Группировка находится в разработке усмежников. Всю информацию нам скинули. Значит, ОПГ крышует общаги с нелегалами, продажу зелени и рассады, а также разбор местных автомобилей. Чем занимались Сидоров и Шиляев. Но Шиляева эти ребята убили вряд ли, потому что они оставили бы в кармане 200 тысяч. Вот и я думаю, что они не поделились с Сидоровым? Ну, не рассаду же. Ладно, скоро узнаем. О, ну, видишь, я договорил, что до утра просидим. Ну, привет, Стрелок. Где? В реанимации. А вы кто? Это майор Валеев. Я капитан Чубаров, следственное антическое управление. Ты не дергайся, у тебя там дырка серьезная. Ладно, к делу. Про Машу мы твою все знаем. Обратки тебе чем-то угодили. Они убили Машу. А разве не ты? Чуть-то они вдруг в нее ополчились. С Игорем задолжали ли денег? А он, сука, скрылся вместе с бабулом. У этих отморозков все четко. Должен, рискуешь семьей. Я Машу увез на другую хату. Я сдавал ее раньше, сейчас она пустует. А сам поехал искать этого... Шиляева. Домой? Я не знаю, где он живет. Но авторынок... Когда я вернулся домой... Тихо-тихо-тихо-тихо... Короче, у меня на антресуниках было ружье. Давно знаком с Шиляевым? Да где-то с год. Тачки разбирать, это его идея была. А еще что-нибудь о нем можешь рассказать? Приехал брата искать. Вроде нашел. Какая-то девка козырная к нему приезжала. На белой быхе. В воскресенье с трех до четырех дня где был? Я на авторынке все время. Но просвещали я вас, Маша, давно узнал. Какая связь? Я ничего не знал. Тихо-тихо. За доктора простая работа. Тише-тише-тише. Да? Можно, Андрей Владимирович? Заходи. Ну что, откачали Сидорова? Я знаю. Жалко, конечно, парня. Да, но у нас все меньше вероятных мотивов для убийства Шиляева. Если не ревность и не деньги, тогда что? Какие зацепки? Садись. Андрей Владимирович, ну он же брата приехал искать. Но Сидоров утверждает, что нашел. Но только вот в украинском детском доме отказались предоставлять информацию по поводу сыновителей Шиляева-младшего. Ясно. А мать ее нашли? Да, нашли. Шиляева Анфиса Егоровна проживает в Украине. Но вот только связь с сыновьями она, к сожалению, давно потеряла. А что по поводу этой неизвестной женщины, с которой у Шиляева была интимная связь незадолго до смерти? А, ну вот как раз со слов Сидорова к Шиляеву в гараж приезжала женщина на белой машине. А госномер Е012УА. Глеб как раз сейчас мониторит записи с камер наблюдения рядом с гаражом. Но, к сожалению, архивы хранятся недолго. А вот вспомнишь солнце, как говорится, вот и луч. Ну, очень смешная шутка. Оборжаться можно. Ха-ха-ха. Короче, я это сделал. Как раз в предполагаемое время убийства Шиляева, в воскресенье между 15 и 16 часами, на территорию гаражей эта машина заезжала. Кто был за рулем, не видно. Номера я пробил. Владелец Михаил Дегтярев. 33 года. Успешный хирург. Работает в клинике сосудистой хирургии. И барабанная дробь. Между прочим, бывший гражданин Украины. А вот это уже горячо. Чубарова-Валеева срочно к нему. Михаил Дегтярев. Он самый. Чем могу помочь? Майор Валеев, капитан Чубаров. Следственное политическое управление. У нас есть пара вопросов к вам. Присаживайтесь. Спасибо. Если вы насчет жалобы Пилюхиной, то можете не волноваться. Они достигли компромисса с больницей, и все выплаты будут сделаны. Да нет, мы к вам по другому вопросу. Да, скажите, пожалуйста, где вы были в воскресенье с 15 до 16 на 0? К чему этот вопрос я могу узнать? Ну, дело в том, что мы разыскиваем машину, очень похожую на вашу, которая фигурирует в очень неприятной истории. Быть такого не может. В воскресенье я весь день оперировал, машина стояла на стоянке у больницы. А в чем дело? Что за история? То есть это могут подтвердить люди, да? Конечно. Сотни людей. Операция транслировалась онлайн, в рамках научной конференции. Можете проверить. Москва, Казань, Улан-Удэ, Вена. А вот во время того, как вы оперировали, кто-нибудь мог воспользоваться вашим автомобилем? Исключено. Ключи были здесь у меня в запертом кабинете. Понятно. Ну, и второй вопрос. Вам знаком этот человек? В чем дело? Можете мне объяснить? Ни в чем. Просто вы знаете его? Впервые вижу. Обрат у вас есть? Нет, я сирота. Деддомовец. Меня усыновили. Моих приемных родителей, насколько я знаю, детей не было. Это все. Ну, вроде бы да. Извините, мне нужно действительно лежать на срочной операции. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Честь имеем. Лихо ты ее слямзил. Кстати, Шиляев и Дегтярев внешне похожи. Твоя, правда. Вот, кстати, машина. А, да. Слушай, Кость, давай ты сегодня один, а, ночью. Я что-то вообще вымотался, ничего не соображаю. Леш, неуставные отношения. Ладно. Давай, я к Мельникову на экспертизу ДНК. Давай. Спасибо. Андрей Владимирович, Дегтярев как специально припарковал машину в воскресенье в мертвой зоне. Есть видео, где днем машина Дегтярева кидает территорию клиники, а через пару часов возвращается обратно. Но кто ее взял, не видно. Возле клиники, как правило, паркуются кареты скорой помощи и таксиста. Ой, подождите. А Чубарова же удалось раздобыть видео с регистратора, установленного в одну из машин. Вот. Но девушку пока мы не установили, ну, получается, что у нее есть ключ от машины Дегтярева. Когда была сделана запись? В 14.04, в воскресенье. Это за час до убийства Шиляева. Это та, кого мы ищем. Устанавливайте личность. Есть. Ну что, установили, Михаил Николаевич? Андрей Владимирович, кажется, мы нашли брат Шиляева. Врач? Да. Сравнительный анализ ДНК показал, что Дегтярев и Шиляев очень близкие родственники. Ну, едва ли это бабушка с внуком. Скорее, родные братья. Спасибо, Михаил Николаевич. На глазах становитесь аналитиком. Так. Нужно искать приемных родителей. Распечатать фото Михаила Дегтярева. Да, и Дегтярева приглашайте к нам. Я требую, чтобы мне объяснили, что здесь происходит. По какому праву вы меня отрываете от работы? Тем более, с ночной смены. И по закону я имею право на звонок адвокату. Знаете, я несколько лет назад расследовал одно дело. Пасынок подвергался насилию со стороны отчима на протяжении нескольких лет. И знаете, что самым было сложным? Разговорить ребенка. Жадное насилие зачастую боится сознаться. И даже оправдывает насильника. Почему мне это все рассказывать? Что это за бред? Михаил, понимаете, человеческая психика устроена так, что дети, пережившие насилие, либо сами становятся насильниками, когда вырастают, либо стремятся вычеркнуть из своей жизни все, что им напоминает и пережитом. Абсолютно все. Вы что, меня пригласили на бесплатный сеанс психоанализа? Просто я хочу сказать, что я о вас прекрасно понимаю, почему вам так тяжело вспоминать о вашем брате Игоре Шеляеве. Эти фотографии прислала ваша родная мать Анфиса Егоровна. Нам удалось разыскать ее на Украине. Она живет в Каховке. Вы помните ее? Мне было мало лет, когда ее лишили. Когда меня забрали. Не помню я ее. Она вас хорошо помнит. И даже хранит фотографии вашей с братом. А вы даже не попытались ее разыскать. В общем, ваш брат Игорь Шеляев узнал, что ваш отчим пристает к вам. И после очередного изнасилования он заступился за вас. И убил отчима. Но он вас таким образом избавил от страданий. Да хватит! Я не хочу больше это слушать! Тогда расскажите правду. В каких отношениях вы были с Игорем Шеляевым? Хорошо. Нашел меня прошлой Зимовой. Брат! Ну здравствуй, братик! Игорь, как ты меня нашел? Хитрость военная. Да директриса из его детдома. Тетка совестливая оказалась. Помнит тебя до сих пор, представляешь? Хорош, тетка. Сказала, кто тебя восстановил. Могла не говорить, а она сказала. Зачем ты приехал? Зачем приехал? Заскучился? Так устроят? Мне все это не нужно. Ну хорошо. Деньги мне нужны. Паспорт российский сделать. Поможешь, брат? Ты же теперь у нас в шоколаде? Нет у меня, братьев. Меня усыновили хорошие люди. Они любили меня. После школы я поступил в Сеченовку. Стал хирургом. Я не хочу говорить ни о какой прежней семье. Понятно вам? Вы говорили, что вашей машиной никто не мог воспользоваться и что ключи были только у вас. Тогда скажите, кто эта женщина? Это Нина Смородская. Моя невеста. Да, да. У нее был второй комплект ключей. Невеста Дегтярева полгода назад удалила все свои аккаунты из социальных сетей. Вероятно, думала, это возможно. Ну вот, есть фотографии с их помолвки. Так. Когда были сделаны эти фото? Ну, примерно за неделю до того, как она решила все это почистить. Кстати, не только Смородская все почистила, но и Дегтярев. И тоже практически сразу после публикации. Странно. Что у нас еще по Смородской? На своей страничке написала, что поступила в медицинский, но через какое-то время Якова взяла кадимопуск. Никуда она не поступила, провалила вступительный. Я проверял. Ну и чем же она занималась эти годы? Оказывала интим услуги. У Смородской было пять страничек на тематических сайтах знакомств. Она звала мужчину в гости в обмен на материальную помощь. Еще она наблюдалась в клинике женского здоровья богини. Ой, подождите, а Амельников же взял биологические образцы из этой клиники. Они уже у нас. Разрешите? Да, Николай Михайлович. Андрей Владимирович, биологические образцы Смородской в помощь совпали с теми, что обнаружены под ногтями у Шиляева. Совпадение 98%. Ну, 2% оставляем. Обычно на погрешность анализа. То есть, получается, Шиляев перед смертью имел половой контакт именно со Смородской? Сомнений нет никаких. Душно у вас тут. Можно стакан воды? Да, конечно. Итак, в воскресенье днем вы на машине вашего жениха Михаила Дегтярева поехали в гараж к Игорю Шиляеву. Я к какому Игорю? Биллинг вашего сотова подтверждает ваше перемещение. Есть также видео, где вы садитесь в машину Михаила на парковке возле клиники. Что вы делали в сервисе? Я немного поцарапала машину Миши. Решила его не расстраивать и исправить все сама. В общем, мне дали номер мастера, который сделает все быстро и недорого. Вы знали о том, что Михаил и Игорь ратные братья? Какие братья? Этого не может быть. У Миши нет братьев. Этот день у вас был секс с Шиляевым. Это тоже бессмысленно отлицать. А что это запрещено? Последняя деталь. Как вы объясните происхождение ваших отпечатков на рукоятке этого молотка? Ты откуда я знаю? Я не помню. Может, он попросил подать? И вообще, что вам от меня нужно? Этим молотком Игорь Шиляев был убит в тот самый момент, когда вы, гражданка Смородска, находились в гараже. В общем, для меня все ясно. Осталось выяснить только одно. Мотив. Что знал Шиляев о вас? Может быть, это? Шиляев – мой бывший клиент. И он узнал меня. Лилия? Вы ошиблись. Меня зовут Нина. О, как! Ты знаешь, теперь Нина? А раньше звала себя Лилия. Вы ошиблись! Да ну! А я смотрю на сторонницу брата, а с ним ты. Я прям обрадовался. Вали! А он в курсе, что ты Лилия была, а? Или сейчас тоже? Тварь! Шиляев требовал деньги за свое молчание. Но он все равно рассказал бы. А Миша, понимаете, Миша – такой человек, он очень щепетильно относится к своему окружению. Он хочет, чтобы все было идеально. А этот козел… Что произошло в воскресенье? Здесь не хватает. Прости, больше нет. Нет. Точно нет? Точно нет. Вот прям нет. Вот прям нет. Ну как нет? Что ты делаешь? Руки береги! Руки береги! Руки береги! Точно нет! Руки береги! Руки береги! Тихо, тихо, тихо! Тихо, тихо! Тихо! Ну-ка! Тихо! Не трогай меня! Не трогай! Он изнасиловал меня. Я не могла сопротивляться. А потом я так разозлилась. Я поняла просто, что если я не прекращу это сейчас, то это не кончится никогда. Будем считать, что ты отработала. Немного денег. Но это временно. Учти. И... В общем, я даже не знаю, откуда мне взяли силы запихнуть его в багажник. А как я должна была поступить? Скажите, ее оправдают? Это же была самооборона. Может, получить условно. Но тут многое от адвоката зависит. Адвокат у нее будет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алисина Петровна, вы можете рассказать нам поточнее о том, что произошло? Внучку мою Соню украл, увез. Ловите его скорее подлюгу. Два годика всего, деточки нашей. Вы снимаете? Я в порядке. В больницу не поеду. Так мы с Надькой в детский центр на физиолечение хотели. Так это бандюга каторжная взял и повез нас в совсем другую сторону. А Надька это? Ну, я же говорила, нянька нашей деточки. Я в волосы ему вцепилась, а она овца. Вот он взял их и обеих и увез. Так, откуда родители? Ну, как откуда? Из родника так же, понимаешь? Это коттеджный поселок, он тут рядом. Мы там все проживаем вместе. Игорь это сын мой, а Люба невестка. Маша, найдёте фото девочки. Может быть, в соцсетях родители. Срочно рассылай, объявляю в розыск. Так этого таксиста мне сосватала Надька. Сказал знакомый, мол, врет. Спуталась с ним. Недорого берет. Я ей поверила, на прошлой неделе мы два раза с ним ездили по делам. Товарищ майор, свидетель происшествия, водитель грузовика, зафиксировал номер транспортного средства, из которого выпала пострадавшая. Объявлен план перехвата. Андрей Владимирович, номер Александра 003, Надежда Татьяна. Понял тебя. Сейчас пробьём. А вы там заканчивайте. Андрей Владимирович, такой автомобиль в базе не числится. Левые номера установил. Подготовился, зараза. Маша, подключайся. Нужно узнать номера телефонов родителей девочки, а у них пробить номер мобильного няни-малышки. Попробуем пробить её местонахождение по геолокации телефона. Если она, конечно, не выключила его. Так вы полагаете, это похищение с целью выкупа? Но почему тогда преступник не позвонил и ничего не потребовал? Времени прошло немного. Затаиться он мог. Мы заплатим выкуп. Вам вообще ничего не нужно делать. Пожалуйста. Мы сделаем всё, что скажет преступник. Главное, чтобы он Сонечку нашу вернул. Правда же? Да он деньги заграбастает, а Соню не вернёт. Искать над этого изверга. Он её не вернёт. Он её не вернёт. Ты понимаешь? Он убьёт нашу доченьку. Он не вернёт Соню. Тихо. Почему он не звонит? Почему он не звонит? Почему? Почему он мне звонит? Он убьёт. Он убьёт Сонечку. Он её убьёт. Прошу тебя, успокойся. Люба, успокойся. Убери свои руки. Я тебе сказала. Пошли все вон. Так тихо все. Вернём у вашего ребёнка. Ты врёшь. Он не вернёт её. Да что это вы делаете? Если вы не против, давайте продолжим разговор в стенах нашего учреждения. Андрей Владимирович, местонахождение няни неизвестно. Её телефон, как вы и предполагали, отключён. Ну я особо на это не рассчитывал. Зато я нашла кое-что о ненаших в прессе. Так, а что пишут? Год назад на отдыхе в Крыму Люба со своим отцом занимались дайвингом. Попали под скоттер, в результате чего отец Люба погиб, утонул. А Люба получила черепно-мозговую травму. Криминал? Нет, несчастный случай. Ну что, трагическая смерть отца, тяжёлая травма. Всё это могло сказаться на психике Любы. Я бы рад помочь, но сам узнаю о семейных новостях в последнюю очередь. Целыми днями на работе. Дела сейчас идут сложно, а бизнес требует постоянного присутствия. Игорь, один деликатный вопрос. В общем, у нас вызывает опасение психическое состояние вашей супруги. Это проблема никакого отношения к похищению не имеет. Люба очень бережно относится к Сонечке. Я понимаю, но всё же... Люба только-только начала выходить из затянувшейся депрессии, вызванной смертью отца. Она проходит курс лечения у частно практикующего психиатра. Он ей таблетки назначил. Люба подумала, что ей может помочь какая-то активная деятельность. Ну и мы с ней решили, что ей нужно принять участие в управлении компанией. Только вот я теперь боюсь, что она будет не в состоянии. Она и до этого словно под лезвие уходила. Психиатр сказал, пограничное состояние. Разве может она управлять людьми? Я же тебе рассказывала, как она наряды себе покупала. Как вам моё новое платье? Сегодня купила. Нравится? Сонечка, тебе нравится? Что-то не так? Ты уже пятый такой уже покупаешь. Неужели ты не помнишь? Не может быть. Этого не может быть! Итак, что мы имеем? Задержать киднипера по горячим следам не удалось. Расширим круг подозреваемых. Меня интересует эта няня Надежда. Нинаша уверена, что к кидниппингу она не имеет отношения. Хотя, когда у неё была такая возможность, из машины она ускользнуть не пыталась. Почему? Была напугана, парализована страхом. Но не могла остыть ребёнка. Согласен. Из детского кресла девочку быстро не высунешь. И всё же. Она была знакома с таксистом-киднепером. Не будем сбрасывать это со счетов. Нужно поднять всю информацию по этой Надежде. Нинашева упоминали какое-то агентство, через которое её наняли. Агентство «Домашний персонал». Уже у вас в навигаторе. Вот, пожалуйста. Я вам чаёк заварила. С мятой. Нервы успокаивает. Ничего. Это моя невестка. Без таблеток не обходится. А я в Бохре служила на оборонном предприятии. А там только психологически устойчивых брали. Ну да. Вы пейте, Петина, с печеньками. Вкусно. Ой, спасибо, детонька. Заботливая такая, как мой Игорёк. Только благодаря ему мы живём сейчас в достатке. Кругом кризис, а он справляется. А так бы дело его уже давно загнулось. Вот и сейчас на свою фирму ускакал. Ну, дочки очень переживает. Да, я понимаю. Ему сейчас с Любой очень нелегко приходится. Ой. Люба – это другой разговор. Она то совершенно не обращает на неё внимания, а то тискает и целует, как будто видит её в последний раз. Вы, кстати, вот недавно забыла её в собственной машине. Ну, вот они и решили с Игорем для Сонечки нянечку нанять. Простите, но у нас солидное агентство. И передать вам личные данные мы можем только согласие с самой работницей или её нанимателем. Ну, или вы можете прислать нам официальный запрос. Инесса, вы вообще понимаете, что и Надежда, и ребёнок исчезли. Пропали. Им сейчас грозит смертельная опасность. Понимаете? Понимаю. Но это наше корпоративное правило. Ну что ж. Тогда и нам придётся действовать по правилам. В связи с расследованием особо тяжкого преступления, мы вынуждены вас допросить. Так же собирайтесь, поедите с нами. Не имеете права. Как так не имеем? Вы препятствуете расследованию. А следователь умеет все основания полагать, что вы, соучастник, собираетесь. Да перестаньте вы! Эти ваши методы. Могли бы просто вежливо попросить. Лёша Петрович, что тебе за память-то было? А мы разве не с этого начали? Как же с этого? Спасибо вам большое, Инесса. Вы очень помогли расследованию. Порядок, Лёша. Всё, получили. Работаем. Значит, перепроверь досье и задействуй базу МВД. Что мы имеем? Согласно досье агентства, Надежда Смирнова имела опыт работы няни в детском саду в Бийске. У неё есть рекомендации от частных лиц. Уголовной ответственности ни она ни родственники не привлекались. Прошла медицинское свидетельствование. В итоге подписала договор с неношимой. Есть альтернативная информация. На родине Смирнова была замужем за наркоманом, который ныне отбывает срок в колонии. Похоже, это агентство мышей не ловит. В детском саду Смирнова работала недолго, до замужества. Андрей Владимирович, а рекомендация частных лиц с положительной характеристикой её как няне? Доверие не внушает. Адреса этих лиц вымышленные. Так-так. Ну и какие отношения сложились у няни с непосредственной, так сказать, начальницей Левтины Петровной? Да вот неважно. Альтерна сказала, что она особо наглая и способная на подлость. Наш садик? Ага. Причём не постеснялась эти опасения высказать в лицо прям своей невестке. И? И наусь каная Люба начала искать замену Наде. Секрет из этого никакого не делала. Прямо в прямую сказала ей. Можешь искать новую работу. Так-с. А что, если няня решила возместить моральный и материальный ущерб увесистым выходным пособием? Ты думаешь, там вообще ничего святого нет? А что, девка ушлая? Могла и организатором быть. Ну, вообще-то, мамела. Смотри, что у меня есть для тебя. Лата с корицей и кокосовым сиропом. Спасибо. Очень мило. Я, кстати, нашла родителей Надежды и связалась с ними. Живут в селе Сычёвка Алтайского края. Но они-то хоть о ней хорошего мнения? Да. Говорят, раньше помогала, деньги высылала. Сейчас о ней ни слуху, ни духу. Им вообще уже в последнее время никто не звонит. Они моему звонку как родной обрадовались. Алифтина Петровна, а вот вы упоминали, что у вашей невестки были ещё какие-то срывы. Галлюцинации. Частенько. Страшно было её видеть в такие моменты. Ну, я же только что выпила это молоко. Или мне померещилось? Да я даже вкусно молока чувствую. Я сажусь с ума. Господи, как это страшно. Надо, надо уберечь Сонечку. Это опасно. Я опасна. Ой. Любе, даже подруга по университету, Ксюша, советовала лечь в клинику. А на это время она хотела Сонечку взять к себе. Ксения очень любит нашу девочку. Да сама она бездетная. Но Люба не согласилась. И то зачем. Я-то на что. А есть ли он телефончик Ксении? Дадите? Конечно. Но они с Любой разругались. Люба так замкнулась, что никого из друзей видеть не желает. Ой, какой кошмар. Бедный ребенок. Мы ее так все любим. Вы спасете Сонечку? Ну мы постараемся сделать все возможное. Я так переживаю. Теперь сама боюсь. Я ведь тоже скоро мамой стану. Беру ребеночка из роддома. На днях. Большое дело. Поздравляю. Да, она такая хорошенькая. Я ее видела. Скажите, пожалуйста, а почему вы с Любой перестали общаться? Да это я дура. Решила раскрыть ей глаза. Понимаете, наша общая подруга увела ее первого мужа. И это совпало со смертью матери Любы. А теперь ситуация как будто повторяется. Ее отец погиб, а нынешний муж Игорь гуляет. Ну естественно, она мне не поверила. Вот мы и рассорились. Скажите, а что, серьезно гуляет Игорь? Ну из семьи собирался уходить? Ну что вы. В этом случае он лишится кресла управляющего всех материальных благ. Своих-то акций у него в компании кот наплакал. Скажите, Игорь, а вы получали угрозу, связанную с вашим бизнесом? Наезды со стороны криминальных структур? Предложение подвинуться, уступить бизнес от конкурентов. Угроз не было. А конкуренты слабы. Не то время. Торговля мебелью переживает спад. Да и вообще, я в компании только управляющий и миноритарный акционер. А 90% акций у Любы. Так что без ее согласия я неволен распоряжаться имуществом компании. Да, кстати, вы интересовались. А вот здесь копии уставных и финансовых документов компании. Возьмите. Я не могу сейчас говорить. Да. Скоро выезжаю. Так я могу чем-то еще помочь? Хотели бы помочь, не стали бы скрывать наличие второго номера. Зачем вы так? Этот второй номер знает лишь один человек. Я вас уверяю, что никакого отношения к похищению Сони он не имеет. Он? Или она? Вы, если я не ошибаюсь, сейчас с любовницей разговаривали. Послушайте, вы столь бесцеремонно вторгаетесь, в конце концов, я имею право на тайну личной жизни. Это ваша тайна личной жизни могла послужить спусковым крючком для киднеппинга. Понимаете? Да это абсурд. Вот, возьмите. Только я прошу, не придавайте гласности результаты вашей проверки. Мне нужно ненадолго отъехать. Срочное дело. Если вы не против, давайте отложим этот разговор. Ты понимаешь, Кость, какая история? В уставных документах есть такой пунктик, что в случае недееспособности одного из акционеров управление акцией переходит автоматически ко второму. И что? Не нашим заинтересован собственную супругу психушку прятать, а сам с любовницей рыб? Ну, кстати, может, это вы хочет любовница. Машуль, я тебе еще один номер не нашего скинул. Трабейка по-быстренькому. Кто звонил ему? Звонила некая Ирэна Чащина, проживающая по адресу Звенигородская, 16-587. Принял. Отбой. Ну что? Посмотрим, куда поедет наш донжон. Тихо. Тихо! Принял. 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 А вот и еще один атрибут. Роскошная жизнь. Папарацци. А вот и еще один атрибут. Роскошная жизнь. Папарацци. Машенька, новая заданница. Проверь мне, пожалуйста, номер. Автомобиль серый, товарищ 556, умственно отсталый. Так, владелец Геннадий Круглов, у него также оформлена лицензия на частную детективную и охранную деятельность. Имеется оружие, пистолет Иш-71, раньше работал в МВД, уволился в звании майора. Угу, принято. Спасибо. Какой киднепинг? Молодеж. У меня, в отличие от вас, за спиной двадцать лет беспорочной службы. Стал бы я в такое ввязываться? Люди меняются. За Нинашевым зачем слежку установил? Работа такая. Клиент заплатил, я предоставляю информацию. Заказчик-то? Майор, пошел бы ты лесом. Слушай, ребенок похищен. Девочка двух лет. Я церемониться не буду. Пойдешь как соучастник, а дальше тебя по полной программе размотают. Просто. Именно за… Ирэн. Ирэн Чащина. Благодарим за сотрудничество. Это Ирэн непростая особа. Она несколько раз меняла фамилию. Да, и в светской хронике засветиться успела. Потрясающе. Двадцать восемь лет. Уже дважды вдала. Да. А женихи как на подбор. За семьдесят. Все ясно. Профессиональная содержанка скрашивала последние дни богатых пожилых джентльменов, наследуя взамен их состояние. Неужели я решила переквалифицироваться в вымогательницу и украла ребенка? Ну а что? Собрала информацию и поняла, что даже если Игорь уйдет к ней, крупных денег ей все равно не обломится. Бизнес-то супруге принадлежит. Вот она и решилась на киднеппинг. Во всяком случае, у нас есть основания допросить эту госпожу Чащину. У каждого своя профессия. И я в своей лучшей. Это тонкий, сложный бизнес. Я годы посвятила изучению юриспруденции и психологии. Я не уголовница. Да? А зачем нужно было следить за ненашевым и соблазнять его? Он ведь даже не хозяин компании. Ну, чтобы это узнать, надо было все же собрать сведения. А потом у меня принцип – знать об объекте все. Что я когда он приобретал, куда едет семья на отдых, в какую гостинице останавливаться. Это всегда облегчает возможность манипулировать людьми и с большей эффективностью выкачивать из них деньги. А Игорь – щедрый человек. Да, деньгами он распоряжался с легкостью. Перевечивайте, что денег – это не его, а его супруги. Надеюсь, вы оценили мою откровенность и понимаете теперь, что на обед я детей не ем. Ам, ам, ам. Скажите, пожалуйста, а кто здесь на фотографии рядом с Надеждой? Не знаю. Может, нянькин знакомый? Сразу видно лузер. Меня такие не интересуют. Есть совпадение в пенсиональной системе. Виноградов Вадим Сергеевич, 50 лет, отбывал срок в колонии за кражу. И еще, сейчас он в розыске поделал разбой. А Вадим Виноградов проходил свидетелем по делу мужа Надежды Смирнова. Похоже, они с ним приятели. Так, а кому принадлежит автомобиль? Номера настоящие, но принадлежит машина не Виноградову. Владелец Косатонов Максим Семенович. Эту машину я продал. Кого продали, почему с учета не сняли? Так этому типу и продал. Составили с ним простую письменную форму договор о купле-продаже. Он обязался перерегистрировать машину на себе. А что, еще не сделал? Нет, не сделал. Скажите, были какие-то характерные черты у автомобиля старого? Ну, там, не знаю, сколы, может быть, царапины, покраска. Трещина на заднем бампере. Назад сдавал, на столбик наехал. Мы проанализировали массив данных с камер ГИБДД. Автомобиль, зарегистрированный на Косатонова, попал в объектив камеры на 70-м километре загородного шоссе. А здесь похититель уже поставил назад настоящие номера и снял шашечки. Секунду, вот он, сейчас увеличу. И что, только одна камера зафиксировала, а дальше? А дальше, получается, что он съехал с шоссе. Сразу после этой камеры и до следующей. Выведи карту с лесными тропами и грунтовками. Увеличь вот этот квадрат. Угу. Так. А на этом съезде камеры быть не может. Эта грунтовка ведет в заброшенную деревню Елена. Это съемка со спутников с прошлого года. Там осталось-то всего несколько домов. По запаху совсем недавно горел. Ночью был съезд слегопад. Припорошило нехило. Ну, смотри-ка, возможно, кто-то неумело пользовался газовым оборудованием. Ага. А вот тебе этот кто-то. Ладно, я вызываю труповозку и криминалистов им в помощь. Осмотрись пока здесь, Леша. Ага. Кость. Ау. У меня тут несгораемый ящик для оружия и боеприпасов. Замок сломан. А вот и оружие. А, вон оно что. Леха. Ау. Иди-ка сюда. Глянь. Итак, исходим из версии, что похититель с девочкой и няней были в этом доме. Куклу покажем не нашим. Что с остальным? Вот есть сгоревший автомобильный видеорегистратор. Можно, конечно, попытаться восстановить данные, но не факт и придется попотеть. Займись этим в первую очередь. Маша, кому принадлежал сгоревший дом? Собственник Стариков Сергей Семенович, 1942 года рождения, пенсионер, ветеран труда. Проживает у дочери в Крылатском. Сергей Семенович, а кто у вас там жил? Вы дом сдавали? А, да нет. А что, кто там захочет жить-то? Там никаких удобств. Ну и зимой-то дома тапливать надо. Вы говорите, охотник в прошлом? Да. Ружье где хранили? Да, там же в доме. Там же надежнее. Я в специальном несгораевом шкафу его хранил. Ну, знаете, как-то по молчатой взял, сварил сам. Ага, понял. Человек этого знаете? Да нет, не встречал. Не, не знаю. Обгоревший труп принадлежит мужчине средних лет. Предположительное время смерти двенадцать часов назад. Причина смерти? Огнестрел до того, как произошел пожар. Обрати внимание, на ребрах и позвонках следы картечи. То есть, получается, пожар устрела убийца, чтобы замести след ДН. Выстрел был произведен из найденного в сгоревшем доме ружья. Сравнительную ДНК будем делать? Да в том-то и дело, что сравнивать не с чем. Вадим Виноградов, если предположить, что это его друг, воспитывался в детдоме и родственники неизвестны. Эту куклу мы нашли в сгоревшем доме, в селе Елена. Да это Сонечкина. Я подарил ей на день рождения. Она с ней не расставалась. Люба! Люба! Люба, открой дверь! Люба, с тобой все в порядке. Все в порядке. Я ее спасла. Она с Лехонькой. Она не сгорела. Наша девочка жива. Илья. 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 Андрей Владимирович, мы в Калужской области. Местные рыбаки сообщили в полицию об утопленном автомобиле. Да, уже вытащили. В салоне никого, номеров нет. Водолазы дно обследовали, там тоже ничего. Нас, собственно, и вызвали, потому что они обнаружили на заднем бампере трещину, как было в сводках указано. Понял. Сразу сообщу. Ну, машинку-то топили намеренно. Ключа зажигания нет. Рычаг на нейтралке. Ну, да, берег здесь пологий. Машинка чуть подтолкнула, и все, буль-буль. А почему ты так уверен, что это именно эта машина? Я Маше скинул номера кузова и движка. Все совпадает с регистрационными данными ГИБДД. Так что, это машинка китнепера. Давай я сюда. Пригодится. Нам удалось распознать информацию на чеке, который был в автомобиле. Тим, покажи. Вот тот же самый чек, после обработки в моей программе. Чек с заправки, оплата наличными. Почему водитель его сохранил? Машинами? Возможно, он хотел воспользоваться скидкой. Вон, видите, там снизу написано. Скидка на следующее посещение. Пять процентов. Приезжайте еще. Главное, что я вижу, это дата и время выдачи чека. Получается, эти машины пользовались уже после пожара в деревне. Получается, Виноградов жив. Наверное, это он увез няню с ребенком в другое место, а потом решил избавиться от автомобиля. Подумал, что его уже ищут. Кто ж тогда убит в загоревшем деревенском доме? Да. Я просил всех сотрудников на заправке. Ни номера, ни машины никто не помнит. Да, Андрей Владимирович. Похититель связался с Нинашевым. Завтра же хочет получить выкуп за девочку полмиллиона долларов наличными. Выезжаем. Хиднеппер шлет защищенные шифрованием сообщения в мессенджере. Хитрый гад. Но запись голоса в суде не лишним доказательствам. Ну, почему деньги должна передавать мама? Она пожилой человек. И давление и так скакнуло. Да трусь-то она. Пожилая, слабая женщина. Не такая слабая. Я выдержу. Как нам быть? Если он узнает о слежке полиции, то сделка не состоится. Он продаст нашу девочку на органы. Успокойтесь, Альтина Петровна. Он просто пытается вас запугать. Начается так. Для начала. Соглашаться на его условия сразу нельзя. Пусть пришлет видео подтверждение того, что ребенок находится у него. Подтверждаю. Это свежее видео снято только что на тот же самый смартфон, с которого был отправлен первый смс. Сим-карта, с которой используются смартфоны, через которые идет интернет-трафик. Похоже, левая. Жаль, вот только времени для углубленного анализа у нас маловато. Я решил заплатить. Оформлю кредит под залог активов компании. Вы вообще понимаете? Люба одобрила бы. Я ей обещал. А вы не должны вмешиваться в это дело до тех пор, пока похититель не вернет Сонечку. Мы должны контролировать передачу денег. Не надо. Все без толку. Бандита вашего вы не нашли. Люба в психушке. Все стало только хуже. А Сонечка... Я бедная внучка. Да и ради нее я на все готова. Мы откупимся и вернем деточку. Только мы сами! Частный психиатр, у которого наблюдалась Люба, прислал ответ на наш запрос и подтвердил необходимость назначенного их лекарства. Он пояснил первую причину возникновения психических проблем. Да. Эмоциональное расстройство вызвано тяжелыми родами. После родовой депрессии. Еще он написал, депрессивное состояние матери находит прямое отражение в характере ее взаимоотношений с ребенком. Например, в импульсивных и неадекватных реакциях, которые характеризуются непостоянством и непредсказуемостью. Так. А что говорят в клинике? Психиатры предполагают, что шизофрения вызвана не только внутренними эмоциональными переживаниями, но и внешними факторами. Возможно, она принимала что-то помимо лекарств, назначенных частным психиатром. Помимо лекарств? Это интересно. Михаил Николаевич, скажите, пожалуйста, можно определить, принимала ли любовь не нашего в недалеком прошлом наркотики или галлюциногены? Ну, если в прошлом, то анализ крови здесь не поможет. Привезите мне прядь ее волос, и мы сможем понять, даже на протяжении какого срока принимались те или иные препараты. Они отлагаются в волосах по мере роста. Понял. Спасибо. Хорошо. В клинику отправим оперов, у них нервы покрепче. А вам будет задание, ребята. Нужно выяснить, где любовь не нашего покупала те самые пять одинаковых платьев. Я проделал сложный ритуал и с помощью газовой хроматографии определил, что не нашего, долгое время принимала галлюциногены растительного происхождения. А это может вызвать амнезию там? Да в сочетании с лекарствами, прописанными им частным психиатром. Это дает вообще непредсказуемый эффект. Значит, процесс передачи выкупа будем отслеживать втайне. Себя не выдавать, связь держать через скрытую голосовую гарнитуру. Объекты наблюдения именовать в переговорах «Сын и свекровь». Маша, озвучь еще раз требования кинопера. Галевтина Петровна с деньгами должна проследовать на первом городском междугороднем автобусе с Киевского вокзала и, собственно, ехать, ждать, пока поступит сообщение от похитителя. КОНЕЦ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. Да. Свекровь уехал. На такси черного цвета. Номер Антон 323 Константин Тимофей. 150 регион. Сонечка. Слава Богу, все хорошо. Живой. Все. Папа здесь. Всем оставаться на своих местах. Следственное электрическое управление майор Валерьев. Гражданка, вы задержаны до выяснения обстоятельств. Я же ничего не сделала. Надо же похитить. Не переживайте, во всем разберемся. Он нас не обижал. Вчера вечером перевез в другой дом. Сказал, что скоро освободит. А ночью отвез на остановку. И сказал сесть в первый по расписанию автобус. А там нас Игорь встретил. Скажите, вы сможете указать дом, где вас содержали? Так он же нас ночью привозил, увозил. Нет, не смогу. Это таксист-похититель? Да. Это Вадим. Вадим Виноградов. Они с мужем моим дружили. Я боялась сразу сказать, чтобы вы не подумали, что я с ним заодно. Я же даже представить не могла, что он захочет ребенка похитить. Я же дура сама его. А Левтина Петровна посоветовала, чтобы Сонечку на процедуры возить. Надежда, пожалуйста, успокойтесь. И рассказывайте все по порядку. Деньги я отдала этому таксисту. Бандюге. Который вез нас из дома. О, точно вспомнила. Вадик его зовут. Ой, натерпелась я в страху. До сих пор руки дрожат. Этот? О, точно, точно. Он самый разбойник. Веревка по нему плачет. Прошу простить. Андрей Владимирович, вы просили билинг звонков Алифтина на момент передачи денег. Она действительно созвонилась с неизвестным оппонентом, от которого приходили СМС-ки Нинашу и ей. Понял. Спасибо. Алексейна Петровна, скажите, вы кому-нибудь звонили, когда вышли из автобуса на остановке? Ну, я этому же бандюге и звонила, чтобы узнать, что мне дальше делать. Он сказал, сядьте в такси и доезжайте до площади. А потом я позвонила сыну, чтобы узнать про внучку. Никуда не уходите, секунду. Андрей Владимирович, ну все, опросили таксиста, который отвозил Алифтину от станции. Сказал, что довелся до площади там, где частные дома. Это все. Заказ я проверил, был сделан заранее. Я нашел. Смартфон Алифтины в районе площади автоматически переключился с сотовой сети данных на локальную через Wi-Fi. Поясни. Это значит, что он законнектился с уже ранее знакомым ему роутером. То есть? Оно уже там бывало ранее. Так, а мы можем определить точное местонахождение роутера? А я уже. Я запросил у интернет-провайдера IP-адрес роутера и, соответственно, адрес, где он установлен. Ну, не тяни. В этом доме проживает путевая обходчица Фаина Пичугина. Так, сибири-ка мне досье на эту Фаину. Маша звонит. Выведи звонок на большой кран. Так. Да, Маша. Андрей Владимирович, я только что опросила продавца из бутика. И четыре платья из пяти покупала не Люба. Продавец опознал по фото Алифтину. Я тебя понял. Спасибо. Ну что, оказывается, Алифтина Петровна мистификатор. Я теперь не удивлюсь, если и галлюциногены в рационе Любови не нашего, дело рук ее свекрови. Опа-па-па. Фаина Пичугина и Алифтина Петровна давние знакомые. Они обе раньше служили в ВОХР на одном и том же заводе. Что вы меня перед соседями-то позорите? Я бы самому все рассказала и показала. У вас были гости с детьми? Это игрушки моего внука. Фаина Ивановна, прекращайте выгораживать вашу подругу. Алифтина Петровна обвиняется в похищении Сони Нинашевой. Не расскажите все, как было. Как соучастница пойдете. По полной программе это я вам обещаю. Господи, что вы такое говорите? Ну зачем бабушке свою внучку похищать? Так, ясно. Алифтина, Сонечку вместе с няней вот здесь вот прятали. Чтоб девочке не навредить. У нее мать-то ведь умалишенная. Она же хотела ребенка извести. Надежда и Соня были здесь? Просила вас об этом Алифтина Петровна? Да. А больше Алифтина Петровна вас ни о чем не просила? Она просила вещички свои сохранить тут до времени. Где вещички? Там. Леша. Эти? Да. Ну подержи. О, вот же их пот. Товарищи понятые. Ну что, чем порадуется гения? Мне все-таки удалось восстановить данные с видеорегистратора. Сейчас едем в Елену. Там деревушка заброшенная. Пару дней там пересидеть, пока я невестку в психушку устрою и деньги получу. Детское питание, подгузники, все взяла? Да, Алифтина Петровна, все, как вы говорили. Как дело выгорит, позвоню. Аванс и на расходы, как договаривались. Значит так, все ваши инструкции записаны. Теперь будем договариваться заново, по моим условиям, потому что теперь я здесь главный. Ясно? А если что, пойдет не так, будешь звездой интернета. Ах ты, гадина. Гадина! Гадина! Отдай камеру! Отдай камеру! Дверни, детки! Ах ты, поразит! Не убивала я! Алифтина Петровна, вы эти баки приберегите для присяжных. Может быть, они вам поверят, хотя сомневаюсь. Вы, как человек бережливый, свою одежду после того, как совершили поджог и убийство, не стали выбрасывать. Зачем-то взяли и простирнули в стиральной машинке. Но следы бензина все равно остались бензин въедливая штука. Ой! И стирать преступление. Да откуда знать, как попал бензин на одежду? Мы взяли кусок необгоревшей тряпки на месте поджога и сравнили ее с тем, что осталось в войсках на одежде. Благодаря уникальным присадкам бензин оказался идентичным. Ой! Мне что-то вкус горлом, моя, моя. Можно водички? Никого не убивала? Ничего не поджигала? Не докажете! Мы также еще обнаружили в стиральной машинке на фильтре следы крови, которую сравнили с ДНК убитого. Она полностью совпала. А это означает, что на вашей одежде были пятна крови. А я же только что выпила. Вот-вот. Такие трюки вы и проделывали со своей невесткой. В магазине вас опознали. Эти пять платьев купили именно вы. Так что доказательств у нас достаточно. Кстати, показания вашей подруги Фаины Пичугиной мы тоже зафиксировали. И денежки у нее изъяли. Алисина Петровна, вы обвиняетесь в организации похищения ребенка и в убийстве непосредственно исполнителя этого похищения Вадима Виноградова. Корыстный мотив тоже ясен. Ваш план был прост. Пристроить невестку в психушку, а бизнес передать сыну. Похищение должно было стать последней каплей в операции под названием «Сведи с ума, Любу». Вы знали, что такого удара она не переживет. Но план ваш нарушил Вадим. Он решил сыграть свою собственную игру. И поэтому во время вашей последней встречи в деревенском доме вы его убили. Давай договоримся мирно. Я тебе еще десять тысяч добавлю. Чего? Завтра лимон притащишь? Если нет, я их обоих пристрелю здесь, а тебя ментам сдам. Так что вали отсюда, старая вешалка. Бабки собирай. Ладно. Ладно. Ты свое получишь. Успокойся. Успокойся. Все, все, все. Все, все, все. Кто ты же? Тихо, тихо, тихо. Ты что, старая вешалка? Я же для него старалась. У меня это в голове не укладывается. Я обязательно заберу Любу из клиники. Сонечке больше ничего не угрожает и Люба поправится. Но это уму непостижимо. Моя мать травила галлюциногенами мою жену. Да вы не переживайте. Я думаю, у вас сейчас есть все возможности восстановить нормальную семейную жизнь. Спасибо. Я очень буду стараться. Сынок. Сынок! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok